Вот это вот слива, слива которую я называю красно-желтая, потому что это китайка, а китайка развилась столько разновидностей, что невообразимо, по-моему, ни один человек на свете не смог до конца классифицировать. Теперь так, вот здесь все, видите, это все косится. Здесь за все годы было скошено десятки, а может быть сотни корневых отводок. Не потому, что они плохие, что они вредные, их ненависть к ним внушена искусственно. Просто здесь получилось как? Ну нету возможности их продать, они никому не нужны. Знаете, когда говорят, у вас есть сливы? Есть, отводки дают, дают. А, не, 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 не. Вот это уже вбито в голову. Где они могли помешать, когда косится вот так, смотрите, за подлецом землей, да? И вот, о чудо, показывает чудо. Вы видите, что это? Вы скажете, красная смородина? Нет, скажу я. Вы скажете, железо сошел с ума? Да, в какой-то степени сошел. Смотрите, невозможно было скосить саженец, корневой отводок от того, от этой сливы, да? Смотрите, рябина, ой, это, красноплодная смородина, да? И вдруг вышла, смотрите. Вот чудо! И что это такое? Это часть дерева. Вот это вот дерево, назовем его мамой. Вот это, назовем его дочка, она тоже вся в плодах, заметьте. Она абсолютно идентична. Если вот это, по моим меркам, шедевр, непривитая, сверхморозостойкая, великолепный подвой для моих слив, которые крупные, очень крупные и огромные, до 100 граммов, да? Вот, что им еще надо? Надо такие сливы, караулы, их надо было, меня уже, наверное, расстрелять за то, что вот это все скашивалось. Не давай им вылезти. Чудом вылезла только одна. Подчеркиваю, только одна. Почему? Она росла в самом середине куста и этим спаслась. Так вот, я ее должен был все-таки вовремя обнаружить и уничтожить. Второй вариант, я должен был обязательно приобрести не эту сливу, а такую же. Ну, давайте подумаем. Эта слива была из косточки или корневой отводок? Не знаю. В то время, когда выкапывал, поливал их сотнями, они вкусные, мы их ели на месте. Ноги невольно втаптывали в землю, ковром росло и тут же корневые. Вот, сейчас, не знаю, не помню, каждый год дает великолепные урожаи, вкуснейшие, подчеркиваю, непривитые, да? Продолжение, вот, ее чудом спаслось. Вот, но перед нами поставлена задача, чтобы их, чтобы их, эти сливы, не производить вообще. Вот, я сейчас как бы хочу это подчеркнуть. Хорошо, да, посмотрите, какая она уже выросла, да? Давайте посмотрим на это. Рядом, смотрите, видите, как хорош, да? Это абрикос королевский. Здесь все так загущено, ужас, почему? Ну, экономим место, куда деваться. Вот, посмотрите сюда. Это та вишня, которую я облагородил с помощью прививок черешни. Это та черешня, которая превратилась в вегетативный гибрид, слегка одичала, но зато вспомните, предыдущий фильм, на ней это слюни не текли, когда увидели, сколько на ней висела черешни. Настоящий, только помельче. Вот, а это что, чудо. Ни разу не укрывал и не собирался. Разуйте глаза. Ну, кто не видел никогда персика, посмотрите, как выглядят листы, как выглядят молоденькие плоды. И так, а вот это вот, вот она, вон она, посмотрите, сколько вишни. Весь верхний ярус достается птицам. Роскошная вишня. С Херсонской области попала ко мне. Вот, а вот это вот, шелковица настоящая, фундук настоящий. Вот, дальше я уже боюсь глядеть, я просто подчеркиваю, что я в этих джунглях, вы скажете, да это же, это самая непривитая слива, а ту ее, и вообще, поверьте, это тоже рядом с королевским абрикосом, рядом с персиком, рядом с черешней. Это такой же шедевр, почему? Вот, да потому что она супер морозостойка, потому что она хороша и как подвой. Еще раз, я уже заклинаю, и хороша, как, а не собственно, и плоды, и компоты, соки, варенье, сладчайшие. Вот, ну, просто слов нет. Кстати, она живучая, кстати, она, видите, как и тля обработала, а я не обрабатывал. Все равно будет прекрасный урожай. Вот, я не говорю, что не надо обрабатывать от тли. Но, что такое сад, который я называю селекционный. Меня уже по морде били за то, что я себя селекционером называл. Я сейчас называю себя испытателем. Сад все равно селекционный, хоть я не имею права им быть, да? Вот, как бы она не загибалась, казалось бы, вот видите, сколько уже загнулось. Посмотрите, какие приросты дала. Я никогда, вон, посмотрите, а сколько плодов. Видите? Вот, ну, если приглядеться, конечно, а то сейчас все зелено, зелено на зелено. Субтитры создавал DimaTorzok